итак всем привет друзья сегодня у меня вот такая вот полезная статейка сегодня будем говорить почему отваливаются присоски от лобового стекла как видите у меня есть 4 различных вида их бывает гораздо больше вот такой вот боковой поворотный здесь рычажок но здесь сама присоска резиновая здесь тоже с рычажком но сама присоска силиконовая здесь присоски резиновой но они без всяких рычажков просто прилепляются и держатся рано или поздно все эти присоски могут у нас отваливаться и не всегда это причина производителя потому как бывает что мы иногда просто подставляем присоску не надавливаем как написано в инструкции а поднимаем этот рычажок и через какое-то время она у нас падает но сегодня я хочу вам рассказать вообще принцип работы присоски за счет чего она держится и как скажем так усовершенствовать вот это вот крепление чтобы она дальше у нас не отваливался очень будет интересно обязательно смотрите итак ребята в самом начале хочу как бы напомнить как работает у нас присоска вот так вот накидал схемку такую быстренькую вот смотрите это у нас как понятно стекло это сама присоска уж извините за мои художественные способности что делается когда присоска у нас прижимается к стеклу либо какой-то другой поверхности она выталкивает весь воздух то есть как бы понижает давление вот если у вас есть сверху вот этот вот рычажок которым вы притягиваете присоску наверх то у нас здесь вообще образуется пониженное давление ну или практически вакуум но не совсем конечно вакуум там далеко от вакуума то есть здесь скорее всего создается пониженное давление а так как у нас давление атмосферное она становится повышенной она стремится заполнить это давление чтобы его выровнять таким образом она дают вот на эту вот нашу присоску и прижимает его к поверхности к самому стеклу думаю в принципе это понятно то есть это школьный курс физики итак ребят переходим к нашим присоскам как я говорил их сейчас существует очень очень большое количество есть вот такие вот это обычные присоски они видите без всяких рычажков обычных бывает две-три штуки я вот видел сам крепление на трех штучках то есть здесь середине здесь их просто прижимают и они держат не большие веса используется в основном для антирадаров либо для каких-то мои мелких видеорегистраторов но они самые неэффективные потому как у них вот это вот резина может рваться выгибаться и вообще давление у них там достаточно низкой то есть здесь вы просто выталкиваете и она сама вот под а вот этим вот усилием держит но не знаю чем она там на держит но в принципе две-три штучки ну держит относительно неплохо далее есть у нас вот такие вот силиконовые есть такие вот силиконовые и есть прорезиненные вот такая вот поверхность видите она здесь практически совершенно ровная когда мы выгибаем присоску она у здесь вот углубляется и создается здесь пониженное давление сильный она держит эту присоску на стекле достаточно сильно но как мы с вами разобрались уже из вот этого вот моего листочка это давление у нас не должно стравливаться то есть если она у нас стравливается где-то здесь вот проходит у присоска у вас будет отваливаться и соответственно вот это вот поверхность это поверхность это поверхность либо там вот эта поверхность также поверхность стекла она должна быть чистой соответственно не должно никакого быть налета никакого жирного никакого там там, песчаного, там, и так далее, там, подобное, которое будет провоцировать спускание этой присоски. Думаю, это понятно. То есть, очищаем эту поверхность, очищаем стеклянную поверхность, и, соответственно, у вас будет все хорошо держаться. Но, если это у вас тоже не помогает, многие смачивают присоску водой либо слюной, просто, ну, как бы, муслякают ее и прилепливают к стеклу. И это усиливает эффект присоски. Почему? Потому что, вот смотрите, когда вы ее клеите на сухую, все равно могут оставаться такие мелкие, как бы, канальчики, да, с пузырьками воздуха, которые могут, присоска там, деформируется, и они могут пропускать. Если вы муслякаете, здесь вы создаете, как бы, пленку такую, и вот эти вот канальчики, они намного-намного уменьшаются. То есть, вот эти канальчики, как бы, с воздухом заполняет вода, ваша слюна. Но слюной заполнять это не очень, скажем так, айс. Почему? Потому что слюна, это, по сути, вода. Она у нас в жару, соответственно, и испаряется, а зимой она замерзает. Соответственно, если вы слюной намазали эту присоску, и потом ее прилепили, то зимой в минусовые температуры она у вас отваливается, то есть, она так и будет отваливаться. А в плюсовые температуры вода испарится от высоких температур, и так же это все дело отвалится. Что делать? Нужно заменить воду на состав, который не замерзает и не испаряется. Многие какими-то спиртовыми составами обрабатывают, но это неправильно, потому что спиртовые составы, они тоже у нас испаряются. А вот заменить обычным моторным маслом, вот у меня моторное масло мое, не буду сейчас канистру показывать. Что делаете? Нужно прям очень-очень мало. Берете, вот прям откручиваете прям вот пробочку, это от моей канистры с моторным маслом. Берете вот так вот пальцем, ну, то есть, палец такой вот получился, вот видите, да? Больше не стоит, вообще минимум должно быть. И вот так вот по контуру просто размазываете вот это масло. У вас вот видно, да? То есть, она получается такая маслянистая. Ну, вот здесь видно. То есть, здесь вот обычная, а здесь вот масло. Она получается такая маслянистая, и свойства прилепливания у нее будут в разы больше. Свойства прилепливания, блин. Вот, ну, то есть, прижимаем, оп, и смотрим. Смотрите, как четко она прилепилась. Сейчас я прилеплю рядом с ней обычную. Силиконовую. Давайте вот так вот, не намазанную ничем. И посмотрим. Так, ну, надеюсь, вам видно. Нет, не видно, наверное, да? Ну, так вот, давайте осветительный прибор у меня вот здесь вот светит. Так, вот смотрите, здесь пузырьков минимум. То есть, вот если посмотреть прямо по контуру, давайте ближе, что ли, как-то вот так вот. Здесь, смотрите, если смотреть по контуру, есть четкая черная полоса. Вот есть чуть-чуть пузырьки, но они вообще никакого влияния на эту присоску не производят. Так, дальше. Вот, смотрите, смотрим силикон. Здесь, видите, по бокам, по краям, сколько вообще полно просто вот таких вот, ну, вот здесь вот в моменте соединения, очень много-много вот этих вот воздушных канальчиков. Рано или поздно они, как бы, от температуры будет деформироваться, вот эта присоска. Так как нет здесь этого маслянистого слоя, она у вас стопудово быстрее от вальса, чем вот эта. Это от вальса только тогда, когда вы сами ее будете отрывать. Но зачастую, ребят, бывает, что этого недостаточно. Почему? Потому что бывает прижим у присосок. Сейчас я обрисую, покажу. Прижим присосок бывает не такой уж сильный. То есть, здесь есть у нас рычажок. Вот этот вот рычажок, который создает у нас вот это отрицательное давление. И у него, скажем так, есть холостой ход. То есть, он сначала какую-то часть прогибается. Ну, вот видите, да? Не видно, наверное. Так, вот так вот. Вот какую-то часть он прогибается. Вот. И только где-то в конце он начинает ее прижимать, эту присоску. Что, в принципе, не очень-то и правильно. Нам нужно вот этот вот холостой ход. Ну, видите, вот. Вот. Вот этот холостой ход у этого рычажка убрать. Но у меня присоски более-менее качественные. Что это, что это. Вот у этой, кстати, еще больше холостого хода. Посмотрите. Видите? Холостой ход. И она только в конце начинает прижимать. В самом-самом конце. Вот. Что нам нужно сделать? Мы берем присоску. Ну, давайте я возьму эту. Берем обычную автомобильную камеру. Прислоняем эту присосочку. И далее ее просто обрисовываем каким-либо... Ну, вот я карандашом. Можете ручкой обрисовать. Вот здесь, чтобы не тянуть время, я уже, видите, вот обрисовал. Далее берем и вырезаем эту присоску из камеры. Эта камера, найти ее, ребят, можно в любом автосервисе. Я вот заехал в шиномонтаж и говорю, ребят, так и так. Есть камеры порваны. Я говорю, вон их куча валяется. Выбирай любую. Я кусок подъехал с ножницами. Кусок себе отрезал от этой камеры. Вот маленький. Вот. Чтобы вам просто вот это дело показать. То есть, зачастую такая фигня была на держателе телефонов. У них вот эта вот присоска очень сильно выдвигается вниз. И нам нужно под нее как бы положить вот сюда, вот, вот сюда. Вот этот вот слой. Далее. Берем в середине. Вырезаем. Также. Для крепления банально вот это вот отверстие. Потому что вы круг этот не засунете. Вот. Вот такой получается у нас хендмейд. Такой лайфхак. И дальше вы просто вот эту вот резинку засовываете под само это крепление. Ребят, это работает сто процентов. Сто раз так делал, блин. Допустим, друзья мне звонят, говорят. Вот сейчас, к сожалению, для демонстрации не нашел. Особенная беда была с... Для держателями для телефонов. Они вообще хреново держатся. Ужасно просто хреново держатся. Вырезаете вот такую резиночку. Вставляете. Вот. Вот так вот получается у нас. Видно, да? У нас ход вот этого чешка, он намного у нас уменьшается. И он становится жестче. И присоска, видите, какой... Она как выгибается. Какой сектор она имеет присасывание. Дальше, опять же, берем нашу пробочку. Берем пальчиком аккуратненько. Раз. По краям протираем маслицем. Вот масла уже здесь немножко недостаточно. Так, вот так вот. Раз. Получается вот такая вот штуковина. И все. И дальше прикладываем к лобовухе. И приклеиваем. Смотрим. Во-первых, что у нас получается? У нас получается более лучшее прижатие вот этой вот присоски. Пониженное давление намного сильнее становится здесь вот внутри. Также нигде стравливаться воздух у нас не будет. То есть, вот здесь вот по краям не будет. Потому что здесь есть маслянистая пленка. И возможности вот этого присасывания намного-намного увеличиваются. Ну, вот видите, здесь вот у меня вот такой вот он ровненький каналчик идет. Но можно чуть-чуть еще подрезать резиночку. То есть, в середине больше вырезать. И вот эта вот пластмасса, она чуть провалится. И вот этот вот боковой бордюрчик, он будет чуть сильнее. Не 5-7 миллиметров, как у меня. А побольше он все-таки будет. Ну и все. И вот так вот раз ее прижали. И она держится очень и очень сильно. Так, давайте я эту уберу присоску. Да, что хочется сказать, ребят. Смотрите, если у вас расстояние между вот этой пластиковой частью и самой резинкой, или силиконовой частью, небольшое, то здесь несколько миллиметров. Вот эту вот резиновую нашу прокладку не всегда есть смысл вставлять. Почему? Потому что рычажок, он может быть уже практически очень сильно натянут. То есть, он уже находится на максимальной грани. И если вы вставите сюда еще резинку, то он может сломаться. А если у вас расстояние здесь большое, вот как у меня где-то полсантиметра, бывает на сантиметр даже вниз опущено. Это вот бывает как раз для крепления телефонов. То вот эта вот резинка здесь просто необходима. Она реально улучшает вот эти вот свойства вот этой нижней части. Просто вот так вот опускаете, раз и все. Но если у вас идет, ребят, все в натяг, будьте внимательны. Можете сломать вот этот вот рычажок. Вы прям можете сами почувствовать. Вниз его опускаете, и он здесь идет на излом. То осторожно, делать этого не стоит. Ну вот, смотрите, как держится. Она будет держаться очень сильно, ребят, работает 100%. Всего два вот лайфхака. Это масло, и вот вырезаем вот такой вот кругляшок из камеры. И все прекрасно держится. Не надо колхозить, никаких магнитов там и так далее, и тому подобное. Просто сейчас я видел, очень много присосок этих ломают, там делают магниты. Это, конечно, эффективнее, но это, блин, колхоз. А здесь вот вырезали, и причем, смотрите, по цвету все. По цвету практически одинаково, то есть нигде ничего не уделяется. Делается достаточно быстро. На этом все, ребят, всем пока. Вот такой вот лайфхак. Если понравилось, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Будет очень много интересных видео. Все, ребят, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok